В настоящее время воденцовая работа по ремонту ливневых канализаций ведутся интенсивно. Впервые на ливневке стали обращать внимание 4 года назад. Их состояние в значительной степени влияет на дороги, фундамент и тротуары. Вода, которая не находит стока и не уходит по ливневой канализации, собирается в большие лужи, из-за которых ни детям, ни взрослым невозможно пройти по тротуару. Жители дома 129 обратились к городским властям с просьбой разрешить их наболевшую проблему. И теперь здесь выполняются работы по устранению как раз одной из таких луж. Сейчас ремонтные работы на стадии завершения. Есть еще места, которые надо дорабатывать. Это 8 микрорайон, потому что это сложные места. Это СУ-155, наш знаменитый застройщик, который испортил нам ливневую канализацию на сегодняшний день. Уже есть все решения суда, и по решению суда через приставы мы все равно не можем пока никак заставить СУ-155 приступить к работе. Но надеюсь, что в этом году все-таки мы до конца добьем. Половину они уже сделали, и половину от торгового центра «Союзный» еще должны сделать. Вообще ливневки – это проблема любого города. Одинцовцы хорошо помнят, как после сильного дождя, который был в июле два года назад, не сработала наша сливная система. Такая ситуация возникает почти после каждого большого ливня. Но, как сказал глава города Александр Гусев, с дождевыми потоками от проходивших в последнее время дождей, ливневки, которые сейчас эксплуатируются, на сегодня справляются. Мила Тарасевич, Артем Маманусов, телекомпания Одинцова.